Привет, мои хорошие! Выход 4 сезона переносили уже множество раз, да и сейчас неизвестно точной даты выхода. Но одно радует, что работа над созданием новых серий не останавливалась, и в подтверждение тому вышедшие недавно два коротеньких промо-видео. Все вы наверняка их уже видели, и сегодня мы поговорим об этом, рассмотрим их подетально и проанализируем каждый кадр. Само собой, все, что мы увидели, это кадры не из одной серии. Как я раньше уже озвучивала, Габриэль станет использовать оба талисмана совместно. Раньше я представляла его немного иначе, но сходства явно присутствуют. Что станет с Натали, остается загадкой. В спецэпизоде про Нью-Йорк нам показали ее в болезненном состоянии, и даже после того, как талисман павлина был восстановлен, он по-прежнему может причинить вред ослабленной Натали. Именно поэтому бражник сможет надеяться только на свои силы и силу объединенных талисманов. Но не будем забывать и о том, что теперь у него в руках есть расшифрованная книга заклинаний, и он тоже теперь может активировать скрытые силы камней чудес. Как нам показали, он по-прежнему будет использовать бабочек Акум, но, видимо, их сила будет в разы эффективнее. Скорее всего, противостоять таким Акумам будет намного сложнее. В одной из серий нам покажут о коммунизацию сразу нескольких подружек Маринет, что, впрочем, не ново. Мы уже видели подобный сценарий, и это не так уж и опасно по сравнению с эпизодом «День героев». Единственное, что меня смущает, тот факт, что никто из ее друзей и явно преданных сторонников не смог противостоять Акуме, как Хлое. Выходит, что, несмотря на все недостатки Хлое, она самая сильная духом из всех известных героев. Думая об этом, мне становится немножко жаль потере такого союзника, как Хлоя Боржуа. Но после всего того, что она натворила, навряд ли она сможет реабилитироваться в ближайшем будущем. Вышедший недавно спойлер тому подтверждение. Маринет сама использует талисман пчелы, объединив ее с силами Леди Баг. В принципе, это было предсказуемо. И мы наверняка увидим еще больше новых объединений Камней Чудес. Видимо, со временем организм привыкает к такой энергии, и когда-нибудь Маринет сможет использовать более двух талисманов одновременно. Может, в пятом сезоне Маринет вообще сможет объединить все талисманы одновременно? Вот это будет, наверное, невероятное и могущественное перевоплощение. Вернемся к трейлерам. Как и было предсказано, мастер Фу вернется. Скорее всего, его возлюбленная Марьянна поможет мастеру Фу все вспомнить. Марьянна не тот человек, который будет смотреть все со стороны безучастно. Она все знает о талисмана и сама когда-то была супергероиней. Самое, пожалуй, интересное – это появление неизвестного хранителя, который придет к Маринет с целью отобрать у него шкатулку. Но как он узнает о ней? Почему он посчитает ее недостойной быть хранителем? И на все ее возражения он только разозлится, ударив посохом по полу. Обратите на внешний вид этого хранителя. Он явно из того же храма, что и хранитель, которого мы видели в Нью-Йорке. Их одежда и посохи абсолютно идентичны. А их странная обувь с оголенными пальцами до сих пор смущает мое сознание. Скорее всего, после длительного забвения в брюхе пожирателя они решили изъять все талисманы из мира людей. Но не все талисманы будет так просто отыскать. Именно поэтому им придется поверить в надежность в Маринетках хранителя и вернуть ей талисман для борьбы с бражником. Ранее нам показали наброски этого молодого хранителя. Похожие его зовут Сухан. Но кроме этого нам показали и другой набросок, где некий суперзлодей, одетый в восточном стиле, пытается отобрать шкатулку у Леди Баг. Не правда ли он очень похож на коммунизированного хранителя Сухана? Те же невероятные брови, которые его выдают. Неужели бражнику удастся овладеть сознанием хранителя? Может это и произойдет после того, как хранитель покинет дом Маринетца шкатулкой? Возможно, после того, как Леди Баг и Супер Кот смогут отобрать у суперзлодей шкатулку и одолеть его, хранитель поймет, что шкатулка в надежных руках. Вот именно этот эпизод, наверное, будет очень интересно. Как бы то ни было, Габриэль теперь знает о храме-хранителе, и он наверняка попытается завладеть другими камнями чудес. И удастся ли это ему? Я думаю, мы узнаем уже скоро. На этом, пожалуй, сегодня остановимся. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайк. До новых встреч, мои хорошие! Пока-пока!